Так, друзья, всем здравствуйте, ну-ка, порадуйте меня, пожалуйста, скажите, что мы в эфире, у нас все хорошо. Всем привет, я очень жду ваши плюсики в чате. Так, ну-ка, ну-ка, давайте убедимся в том, что все хорошо, и мы с вами вышли в эфир, и все у нас сложилось, здорово. О, супер, все отлично, все плюсики вижу, все у нас с вами замечательно, хорошо, супер, так, ну все, ладно, мы с вами перебороли все технические неполадки, сейчас у нас все будет с вами здорово. Друзья, меня зовут Анастасия Мельникова, я ведущая сегодняшнего вебинара, и мы с вами сегодня будем говорить о том, как сделать сайт за час, говорить об этом мы с вами будем с замечательным нашим сегодняшним спикером, а пока мы ждем появления нашего спикера, что интернет у всех с ума сошел сегодня, давайте мы с вами немножко познакомимся, и я покажу вам нашу презентацию замечательную, которая у нас сегодня будет, и немножко с вами такую перекличку сделаем. Так, поделитесь, пожалуйста, со мной, откуда вы, из каких городов. Вот это нам будет очень интересно, потому что нас много, нас много, и, как правило, слушатели из очень-очень разных уголков нашей страны, иногда и даже и не нашей страны, делитесь, пожалуйста, откуда вы. Будет интересно посмотреть, из каких точек карты нашей замечательной вы сегодня к нам подключились. Тула, привет! Саратов, Москва, Новосибирск, привет! Привет, Тюмень! Так, кто еще есть у нас? Набережная Челны, Рязань, Астрахань, Нижний Новгород, здорово! Так, окей, делитесь, делитесь еще, не стесняйтесь, здорово! Ну, как обычно, разные часовые пояса. Так, Москва, Челябинск, Ульяновск, здорово! Окей, так, все, друзья, спикер с нами. Все хорошо, будьте спокойны. Ижевск, Ульяновск, Краснодар. Здорово, отлично! Кстати, с нами сегодня спикер из замечательного города Псков. А есть кто-нибудь из Пскова? Вот я пока вам покажу, например, как выглядит наша аудитория в городе Псков. Вдруг есть сегодня земляки нашего спикера. Пока мы собираемся, пока мы устраиваем с вами небольшую перекличку. Наш сегодняшний спикер, который расскажет вам, как сделать сайт за час, и вы вместе проведете такую практическую работу, да, будет на что посмотреть, будет что поделать. Он как раз, она точнее, не раскрывая всех карт пока что, она преподает в городе Псков, потому что у нашей академии ведь есть не только онлайн-направление, онлайн-обучение, но также и офлайн. И у нас очень круто оборудованы аудитории. И уж по случаю присутствия спикера из города Псков я не могу вам не показать эти крутейшие аудитории с классным оборудованием, так что потом, чуть позже, я расскажу вам про обучение у нас, ну вот так вот для затравочки, знаете, немножко. И, кстати, я вам покажу потом фотографии аудитории из других городов. Они тоже очень классные. Я уверена, что вас порадует и дизайн такой современный, и оборудование классное. Так что вот я вас немножко окунула в сферу, да, в эту атмосферу, где работает наш сегодняшний спикер. Так, а еще у меня к вам вопрос. А где вы сейчас работаете, в какой сфере вы трудитесь? Вы же наверняка не все продвинутые разработчики сайтов, да? Ну вот поделитесь, пожалуйста, где вы сейчас. Может быть, вы учитесь, кстати, если здесь есть школьники или студенты. Большой вам привет, вы огромные молодцы, не стесняйтесь, пишите об этом. Так, делитесь. Где вы сейчас, в какой вы сфере трудитесь? Может быть, вы учитесь? Поделитесь, пожалуйста. И вот мы с вами сейчас немножко так познакомимся в плане профессий, и я передаю слово нашему спикеру. Прям давайте буквально минуточка. Нас поприбавилось сильно за эти пять минут. Вот так. Учусь, пишет Василий. Ага. Давайте еще. Если вот школьники сегодня есть, я прям обнимаю вас от всей души, потому что классно, когда вы еще в школьные годы занимаетесь изучением будущей профессии. Это правда очень здорово. Так, банковская сфера. Менеджер сервиса. Многие учатся. Юрист. Супер. Геолог. Круто. Так, делитесь, делитесь. Работаю в сфере услуг, учусь в топ. Привет, здорово. Лингвистика. Айти-поддержка. Очень разные у нас сферы такие. Здорово. Давайте. Не стесняйтесь. Вот Валерия, Анатолий. Пишите, пишите. Так, ну что? Я продолжаю читать ваши комментарии по поводу места работы. Врачи, видеоблогеры. Хожу на курсы и в будущем пойду в топ-колледж. Круто. Так, поехали. Передаю слово нашему сегодняшнему спикеру, друзья. Маленький организационный момент, вот буквально последний. Сегодня запись нашего вебинара обязательно будет. Ее отправят вам уже завтра, скорее всего, по ссылке, с которой вы проходили регистрацию на этот вебинар. И мы сегодня с вами будем общаться, может быть, чуть больше часа. Так, закладывайте, ну, примерно полтора часа. Сейчас я передам слово Алине, нашему спикеру. А потом, в конце, когда она расскажет основную часть, вы обязательно зададите вопросы. Мы не отпустим Алину, пока она на все ваши вопросы не ответит. Поэтому берегите свои вопросы до конца. Я прям появлюсь и скажу, давайте. И вы такие пишите свои вопросы, Алина на них отвечает. А потом, в конце, я расскажу вам все, что касается обучения у нас, с кем мы сотрудничаем, как мы помогаем работу найти, в каких городах есть наши филиалы. Все это вы узнаете и посмотрите. Алина, я передаю тебе с удовольствием микрофон, передаю тебе камеру. Ты расскажешь немножко о себе, да? Так, Алина. Здравствуйте, сейчас видео подключаю. Всем привет, очень рада вас всех видеть. Так, немножко сейчас расскажу о себе, покажу презентацию, которую я для вас подготовила. Давайте тогда я ее открываю. И вместе с вами тогда уже будем работать. Так, сейчас, одну секундочку. Все видим, кстати, все здорово, сознательно, все огонь. Так, ну, как уже Анастасия сказала, тема сегодняшнего нашего вебинара – сайт за час. Как создать сайт без знаний программирования. Сейчас немножко вам расскажу, с чего будет о себе и дальше наш план. Я уже являюсь год преподавателем в компьютерной академии в филиале Псков. Веду программу «Первый шаг». Это самая наша маленькая аудитория, детки от 7 лет и в малой компьютерной академии. Здесь уже детки постарше, от 9 до 13 лет. Также уже три года являюсь разработчиком сайтов на тилле, веб-дизайнеров. И также еще могу вам сказать, что у меня два высших образования – экономическое и юридическое. Но сейчас, на данный момент, я уже больше трех лет занимаюсь именно IT-сферой. У меня уже сформировалось довольно-таки большое портфолио за это время. Именно было создано больше 50 сайтов разной тематики. для фотографов, для видеооператоров, для разных салонов красоты, для ресторанов, химчистки. То есть разных-разных сфер. Также были у нас и онлайн-школы, и большие такие проекты, с которыми сейчас я тоже сотрудничаю и являюсь членом их команды. Например, такой, как «Ди-подкасты». Это исторические подкасты для детей от 6 лет. Мы разрабатывали и сайт, и подключали также же онлайн-платформу, на которой можно приобрести эти подкасты и дальше их прослушивать. Также работала с благотворительной организацией «Благо детям», создавала им сайт, это московская организация, и также сотрудничаю с созданиями журнала «Лакшн Хаус» и «Конфетти». Так, это что немножко о себе. Так, по плану сегодняшнему. У нас с вами будет составить наш вебинар из двух частей. Первое – это будет немножко теории, да, что такое сайты, почему они такие актуальны, почему их классно и прикольно создавать. По роструктуре пройдемся, да, из чего он будет состоять, и прототип сайта, что это такое и для чего это нужно. И вторая часть – это уже будет практическая наша часть. Мы с вами создадим сайт для кофейни вместе с вами в онлайне. Будет очень здорово. Расскажу немножко, где брать фотографии, но это чуть позже. Так, что такое сайт? Ну, все мы каждый день заходим в интернет, да, на просторы, и что-то ищем, заходим на веб-странички. То есть это место интернета, где люди выставляют свою информацию в своих компаниях, да, о своих каких-то бизнесах и так далее. Сайты бывают развлекательные. Все мы их знаем, это может быть как YouTube, как сайт с различной музыкой, фильмами. Сайт-портфолио обычно используют, ну, частные лица, такие как фотографы, мастера, специалисты, да, чтобы показать, что они тоже есть, и можно пользоваться их услугами. Также есть обучающие, такие как онлайн-школы, различные курсы. Сейчас это тоже очень актуально. Сейчас многие учатся тоже онлайн, получают дополнительную профессию, либо же повышают свою квалификацию как специалистов. Также бывают каталоги, обычные наши интернет-магазины, которыми мы пользуемся, что-то покупаем, заказываем, каждый день практически. Справочники, особенно для школьников, для студентов, тоже очень здорово, тоже часто пользуются. Самый популярный, все его знают, Википедия, да, в котором можно найти любое событие, любую дату, любого какого-нибудь деятеля, то есть любую информацию. И также лендинги. Лендинги – это одностраничные сайты, которые в основном используют компании, организации, либо фирмы. То есть так, чтобы рассказать, чем занимаются, какие услуги предоставляют, как с ними связаться, где находится их там офис, либо какое-нибудь предприятие. Так, по этапам создания. Так как я уже несколько лет занимаюсь именно разработкой сайта, я для себя выбрала именно эти этапы, которыми я пользуюсь каждый раз при получении нового заказа. В первую очередь это бриф, который заполняется нашим заказчиком. Что в него входит? Бриф – это небольшой опросник, когда мы знакомимся с помощью нашего заказчика с его бизнесом. То есть там такие вопросы, как есть ли у вас логотип, какой вы хотите сайт, что вы хотите видеть, есть ли у вас фирменный цвет вашего бренда, чем вы занимаетесь. То есть эту информацию он мне предоставляет заказчик для того, чтобы я могла сформировать немножко такое вот видение, какой сайт ему нужен, и либо посоветовать, если он вообще не знает, какой сайт ему необходим. Далее, после того, как наш заказчик уже заполнил наш бриф, мы вместе, точнее я, вырабатываем целевую аудиторию, то есть для кого создается сайт. Если это интернет-магазин, допустим, детская одежда, соответственно, у нас целевая аудитория – это будут наши мамочки. Если это какая-нибудь онлайн-школа, допустим, для студентов, соответственно, у нас целевая аудитория – это будут студенты определенной специальности, определенной сферы. Далее, после того, как мы уже определились с нашей целевой аудиторией, Мы подбираем фотографии, ну и, соответственно, фирменный стиль, если его нет. То есть сюда входит логотип, цвет и так далее, чтобы у нас все смотрелось лаконично, стильно и выглядело все очень красиво. Фотографии мы подбираем в первую очередь, я запрашиваю у заказчика, если есть хорошие, качественные фотографии. Обычно я всегда советую пользоваться услугами фотографов для того, чтобы студии различные, для того, чтобы фотографии были высокого качества, не просто сделанные на телефон. Если таких фотографий, к сожалению, у заказчика моего нету, я предлагаю стоки фотографий. Есть стоки платные, есть стоки бесплатные. То есть для того, чтобы использовать фотографии, обязательно нужно не нарушать авторское право его автора, его создателя. Поэтому со стоками тоже нужно быть очень аккуратным, очень осторожным. И если там указано на этих стоках, что нужно указывать авторство, обязательно его необходимо указывать, чтобы не было потом нарушения его авторского права. Далее мы работаем с текстом. Конечно же, здесь лучше пользоваться профессиональными копирайтерами, услугами, для того, чтобы действительно профессионал смог написать продающий, либо развлекающий текст, либо информационный. То есть здесь, конечно, лучше пользоваться именно услугами копирайтера. Ну, также можно самостоятельно. Я там что-то подскажу, например, своему заказчику, либо у заказчика уже есть сформированный свой текст, который он хотел бы видеть на своем сайте. И далее мы делаем прототип сайта. Что это такое? Это определенная структура и расположение элементов именно на сайте. Сейчас немножко позже, вот в следующий слайдик, я немножко расскажу, что это такое, более подробно. Вот. Выглядит примерно это так. То есть это своего рода макет, либо черновик, который рисуется либо в какой-нибудь программе, например, это может быть графический редактор, фигма, либо же просто, например, от руки. Он помогает схематически визуализировать основные элементы и функции нашего будущего сайта. Мы наглядно изображаем структуру, элементы разные, да, расположение иллюстраций, кнопок, номеров телефонов, логотипа, девиза там компании и так далее. Я всегда советую рисовать этот черновик, либо его делать в графических редакторах для любого разработчика, либо дизайнера, для того, что это очень удобно. И вы всегда сможете обратиться к этой структуре. Даже сейчас я уже со своим опытом, я до сих пор пользуюсь этим прототипом, для того, чтобы у меня сайт выглядел красиво. Сначала я его визуально придумываю, а потом уже переношу на нашу платформу. Это очень удобно и занимает на самом деле не так много времени. Сегодняшнее, вот мы с вами уже теорию практически закончили, да, мы с вами приступим к практической части. Для создания сайта я выбираю платформу Tilda. Как и все конструкторы, Tilda позволяет создать сайт без специальных каких-либо знаний, программирования и так далее. Интерфейс очень простой, интуитивный, понятный, но это сейчас я вам покажу, вы сами в этом убедитесь. В Tilda присутствуют уже готовые шаблоны, которые можно использовать для создания сайтов. И чтобы создать его быстрым, красивым и удобным, так чтобы он еще также открывался на всех наших компьютерах, планшетах, телефоне. То есть адаптирован под все устройства, чтобы ничего не съезжало. То есть Tilda уже сама подготовила для нас это. Также Tilda мне нравится, что не нужно ничего скачивать. То есть это не приложение, которое будет занимать у вас место на компьютере, а это онлайн-платформа. И с помощью нее вы можете с любой точки мира, в принципе, воспользоваться, отредактировать, либо же создать новый сайт. То есть это тоже очень, наверное, удобно. Tilda также подойдет для лендингов, для небольших многостраничных сайтов и для небольших интернет-магазинов. Заранее скажу уже, что интернет-магазин рассчитан там до 500 товаров. Туда также можно подключить и онлайн-оплату, и, допустим, расширенный способ доставки. Даже свой способ можно указать. И также Tilda еще функционирует дополнительно с разными рассылщиками, например, да, если вы собираете информацию в виде подписки от ваших клиентов. И, соответственно, можно потом собрать перечень этих всех имейлов и сделать им большую красивую рассылку. Например, у вас вышел новый товар, либо же новая какая-нибудь серия, либо же статья, если у вас свой блог. То есть это тоже очень удобно. То есть Tilda интегрируется с многими сторонними сервисами. Ну, по поводу Tilda, наверное, у меня все. По поводу такой нашей теоретической части предлагаю перейти к практической. Но прежде чем перейти, прошу, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете пока их задать, пока я подключаю нашу дальше, что мы будем делать. И сейчас покажу, как регистрироваться, как заходить. Если есть вопросы, пишите в чат. Так, мониторю, мониторю чат, но пока что, видимо, все очень внимательно слушали. Друзья, сейчас, если есть вопросы, можно их, знаете, промежуточно задать. Имейте в виду, что сейчас будет большой такой блок практической части, поэтому, может быть, где-то еще вы получите ответы на свои вопросы. И пока что зачитаю те, которые есть. Алин, пока мы подключаемся. Платформа бесплатная? Да, сейчас вам расскажу по поводу платформы. Так, сейчас подключаюсь. А какие есть аналоги, Тильда? Викс есть, но сейчас он на данный момент не работает, потому что из-за санкций. Также есть битрикс, но это более современно уже для более профессионального, наверное, использования. Есть еще другие сайты, например, не подскажу сейчас, как только называется, но там, допустим, очень удобно использовать для фотографов. Там классный интерфейс именно для выставления своих работ, допустим, да, чтобы ваш клиент, фотограф, может, сам, как облако такого плана, только все это оформлено в стиле сайта. То есть тоже очень удобно, в основном для именно вот фотографов, либо, ну да, в основном для фотографов. Вот. Ну, вот Викс похожая. Ну, Тильда мне больше всего нравится, поэтому я работаю на ней. Так, ну, пока вот, наверное, с такими вопросами. Так, сейчас мы подключаем. Вернемся тогда, да, еще попозже? Конечно. Отлично. Так, все видно? Да-да-да, все супер. Смотрите, мы с вами сегодня попробуем создать с нуля сайт про кофейню. Смотрите, я уже создала его предварительно. Да, то есть у нас есть шапка нашего сайта, называется «Хеддер», в которой расположен логотип и наше небольшое меню. Далее у нас есть главный экран, на котором указано, что это за кофейня, где она находится, да, и небольшой такой девисик нашей кофейни. Дальше сразу привлекательно тем, что я создала такой вот, как баннер, можно сказать, что любой кофе за 199 рублей, да, это уже сразу понятно, что цена какая будет. И также небольшая акция, что студенты минус 10%. То есть здесь я уже привлекаю внимание аудитории именно студентов, и, соответственно, что любой кофе у нас стоит 199 рублей. Далее здесь небольшой идет блок о том, что кто мы такие, чем мы занимаемся, и почему нашу кофейню стоит прийти, да, что мы находимся в самом центре Москвы, у нас бесплатная парковка, производим выпечку свою, да, каждое утро доставляем свежую продукцию. Здесь у нас есть кнопочка «Забронировать столик», если это необходимо, да, заранее вот такая вот форма, я тоже научилась сегодня ее создавать. Здесь нужно оставить свое имя, свой телефон и отправить. Администратор получит эту форму, либо путем получения на почтовый адрес, да, на e-mail, либо, допустим, в Telegram есть такой чат, можно его тоже создать и подключить, чтобы все заявочки такие приходили в Telegram. Тоже очень удобно, потому что бывает, что в организациях работает не только один человек, который обрабатывает заявки, а целая команда. Поэтому, если заявок очень много, удобно создать единственный один чат, в котором все будут писать, что заявка принята, там столик забронировали. Далее, здесь я уже подобрала фотографии, это вот видовые, да, наши кофейни, что у нас очень красиво, уютно, вот свежая выпечка, тортики разные, то есть привлекательные фотографии. Здесь у нас расположен небольшой блок «Почему мы?». Это небольшие преимущества. Я всегда стараюсь, чтобы эти преимущества были именно индивидуальными, не просто, что у нас вот вкусный кофе, да, допустим, вот, а именно более точно показать, почему мы лучше, чем наши конкуренты. Ну, вот, допустим, также я указала здесь, что здесь и свежая выпечка 24 на 7, то есть то, что мы работаем круглосуточно, да, и то, что мы сами производим выпечку, каждое утро доставляем свежую продукцию на прилавок. Также цена, указалось, этой же скидочкой продублировала наш вот этот вот главный, да, и кранчик баня. И также указала, что вкусный кофе, как я сказала, да, что мы закупаем напрямую у фермера вот здесь, и где плантации находятся в высокогорном регионе, в Бразилии. То есть то, что у нас есть прямые поставки оттуда. Здесь может быть еще небольших преимуществ, но всегда я советую, что преимущество должно быть 3-5, и именно четко изложено прям вот ваше преимущество, чем вы отличаетесь от ваших конкурентов. Если указать, что у нас там, допустим, четкая доставка, ну, четкая доставка – понятие растяжимое, да, а мы можем четко указать, что мы доставляем нашу там доставку, да, оформляем в течение 15 минут, там, например, да, или там в течение двух часов вы получите там горячий свежий кофе, например, ну, если касается кофейни. Так может быть любое другое преимущество, но именно, которое четко вот, как бы, чем вы отличаетесь от ваших конкурентов. Здесь я показала просто красивую фотографию тоже с кофейней, указала, что наши баристы сварят для вас незабываемый кофе. Здесь я тоже обращаюсь уже напрямую к нашим потенциальным клиентам, то есть, да, что именно вы получите свой незабываемый кофе. Здесь тоже фотографии кофейни, также еще раз дублирую забронировать столик и указываю контакты. То есть, здесь, допустим, режим работы ежедневно, номер телефона, имейл, адрес и ссылочки на социальные сети. И в конце обычно используется такой вот блок, так как у нас сегодня сайт одностраничный, если бы у нас был многостраничный, то вот эта вот шапочка, которая у нас здесь с менюшкой, и вот этот вот низ, называется он подвал сайта, футер по-другому, он будет тоже дублироваться на каждой страничке с переходом через наш сайт. Здесь обычно указываются, может быть, социальные сети, возможно, дублируются контакты, и вот, может быть, также еще реквизиты компаний, если это ИП, либо ООО, тоже можно указать, что это все официально, что у нас официальная компания зарегистрирована, ее всегда можно проверить на сайте, на лог.ру, и посмотреть, существует ли действительно данная компания. Вот. Это что вот такое сегодня сайт прекрасно у нас с вами получится. Давайте тогда перейдем. Смотрите, как я уже сказала до этого, что Tilda у нас онлайн-платформа, поэтому ее легко и просто найти в поисковике. В поисковике мы пишем слово Tilda, и вот у нас сразу первая ссылочка создать сайт бесплатно, конструктор сайтов Tilda и так далее. Мы на нее заходим. Так, вот так у нас получается, и здесь у нас сверху есть кнопочка войти и регистрация. Так как у меня уже есть мой аккаунт, я нажму кнопочку войти. Если у вас его нет, вы можете использовать слово регистрация. На регистрации там ничего сложного нет, там только нужно указать свое имя, свою действующую почту электронную, и в принципе и пароль придумать. Все, и вас уже зарегистрируют. Так как у меня есть, я нажимаю кнопочку войти. Так, у меня здесь открываются уже сайты. Вот здесь будет кнопочка создать новый сайт. Вот мы на него заходим. Здесь, соответственно, этого не будет, так как он уже создан. Чтобы нам начать работать с нашим сайтом, мы нажимаем тоже оранжевую большую кнопку создать новую страницу. Вот то, что я говорила, что Tilda у нас уже за нас придумала. Многие шаблоны, которые можно использовать. Вот они здесь есть. С ними можно ознакомиться. Вот для юридической компании, охранной сигнализации для квартиры. Но я не очень рекомендую их использовать более на профессиональном уровне, потому что такой же сайт может быть и у ваших конкурентов, либо же просто в интернете. Поэтому лучше, конечно, создавать что-то свое, что-то индивидуальное, уникальное, не похожее на другое. Но если нужно прямо быстро-быстро-быстро-быстро сделать, тогда, конечно, можно использовать и шаблонный вариант. Здесь есть вот разные магазины, события, и блог, анкета и так далее. Вот мы с вами будем использовать... Бизнес также есть. Мы с вами будем использовать с нуля, поэтому выбираем пустую страничку. Нажимаем. Так, здесь у нас открывается уже именно та страничка, на которой будет создаваться наш сайт. Обратите внимание, здесь есть такие вот блоки, из которых создается сайт. Давайте перейдем к нашему сайту и посмотрим, какой блок стоит у нас первый. Первый у нас стоит блок меню. Поэтому нам нужно будет из всех блоков, черная вот эта вот кнопочка, выбрать блок меню. Смотрите, в библиотеке блоков указаны уже блоки по разным разделам. Здесь есть и видео, и этапы, контакты, услуги. Здесь уже социальные сети. Это вы уже, когда будете сами создавать, вы сможете с ним ознакомиться. Так, первый блок у нас меню. Вот смотрим, у нас есть блок меню. И здесь, когда мы нажимаем, у нас выпадает большое количество разных шаблонов для использования меню. Я в своем сайте использовала меню с двух сторон с логотипом по центру. Называется меню 202, но вы можете использовать любой другой, какой захотите. Так, вот он у меня появился. Так как он идет стандартный, нам его нужно изменить от себя. Соответственно, поменять логотип и поменять вот эти названия меню. Для того, чтобы это сделать, мы наводим на блок, и у нас высвечивается дополнительное меню контент и настройки. Если мы с вами нажимаем кнопочку контент, здесь как раз мы меняем и логотип, и именно сами пункты меню. Давайте посмотрим, какие у нас здесь были. О нас, почему мы, наша команда и контакты. Вот давайте их как раз и запомним. О нас, почему мы, вот так вот и пишем, вот почему мы. Далее у нас идут наша команда. Также можно сюда добавить, какие вы хотите, может быть прайс, может быть какие-нибудь услуги, все, что угодно. То есть это наше меню. И контакты. Оставляем его так, здесь ссылок пока никаких не будет. Все лишнее мы просто вот здесь вот крестиком удаляем. Все, сохранили. Вот они у нас тут появились. И добавляем логотип. Берем наш пункт логотип. Это нам заголовок мы удаляем. И через кнопочку загрузить файл загружаем именно ту картинку, которая нам необходимо. Загрузить, загрузить. Нажимаем. Вот у меня уже открылся готовый мои подборные уже фотографии. Мы выбираем наш логотип. После того, как вы здесь все поменяли, все сделали, вы нажимаете просто сохранить и закрыть. Смотрите, какой у нас огромный логотип поместился. Он у меня там не такой, да? Давайте же его уменьшим. Чтобы уменьшить логотип, мы находим другую нашу кнопочку, называется на настройки. И в настройках вот здесь у нас высвечиваются именно настройки по визуалу. Я их так называю. Здесь есть логотип. И мы просто вот здесь вот ширина изображения меняем на ту, которая нам нужна. Давайте смотреть. 50. Ну, маловато, наверное, да? Давайте поставим 75. Вот 75 нам подходит. Красиво смотрится в серединке. Все прекрасно. Дальше. Сохраняем. У меня здесь выбран вот такой цвет. Более такой шоколадный. Ассоциация с кофе. А здесь черный. Для этого, чтобы поменять фон всего меню, ну, здесь тоже в пунктах меню есть вот в этом подменю, как я его называю, да, есть фон меню. И цвет. Здесь можно выбрать любое, какой вы хотите, какой вам подходит под ваш фотоконтент, под фирменный стиль вашего бренда и так далее. У меня он более бежевый. Давайте тогда такой сделаем. Более такой какой-нибудь коричневый. Я сейчас не буду четко выбирать именно такой же цвет. Просто, чтобы вам показать и много времени у вас не задерживать. Так, сейчас какой-нибудь выберем. Более коричневый. Так, сейчас, сейчас. Зеленый какой-то у нас. Ну, вот такой давайте, бежевый. Во, отлично. Дальше смотрите. У нас здесь указаны все пункты черным цветом, и они у нас большие. Так. Сейчас, секунду. Мы их тоже можем поменять. Поэтому, если нам нужно поменять что-то по визуальному дизайну, мы переходим в настройки и ищем пункты меню. Вот у нас есть такой блок пункты меню. И здесь мы с вами цвет пункта меню меняем на черный. Можно выбрать какой угодно. Я выбрала черный, поэтому я меняю на черный. И также, смотрите, у меня там все буквы были заглавные. Можно это сделать уже, когда сами в контенте заполняете, либо же просто сделать вот здесь такая галочка, и все пункты меню заглавными буквами. После того, как вы закончили, можете сохранить и закрыть. В принципе, вот у нас появилось. Давайте чуть еще немножко вперед забегу. Здесь в настройках также есть, смотрите, можно выбрать размер текста пунктов меню. Можно сделать побольше, поменьше, поиграться с этим и также выбрать какой-либо шрифт. На Tilda также можно загрузить свой шрифт через настройки сайта, то есть в определенном формате. Но это уже более так обширно. То есть тоже можно использовать свои какие-то шрифты. Так, здесь, смотрите, есть еще такой интересный активный пункт меню. При наведении цвета меню. Давайте поменяем, чтобы при наведении он у нас был какой-нибудь серый, например. Сохраняем, и когда мы на пункт наводим, видите, у нас он становится серенький такой. Это что касается меню. Дальше смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас есть красивый главный экран, с красивой фотографией кофе и с названием нашей кофейни. Давайте же его создадим. Это называется обложка. Поэтому мы приходим вот сюда, либо плюсиком нажимаем при наведении, видите, появляется черный, либо же также через кнопочку «Все блоки». Вот это меню, которое у нас здесь, оно всегда неизменно. Оно находится всегда под сайтом. То есть сколько бы блоков здесь не поставили, после последнего блока обязательно будет как раз вот это вот менюшка. Так, мы нажимаем все блоки и выбираем здесь обложку. Так, обложку я использовала. Здесь тоже есть ряд обложечек, которые можно использовать. Они здесь разные, с кнопочками есть, с логотипом есть, с красивым там большим текстом. Даже есть видео, можно тоже нажать кнопочку «Плей», и сзади будет проигрываться ваше видео. Я использовала для этого CR02. Вот здесь возле каждого блока есть номер. Если вы хотите, вам какой-то блок понравился, либо вы хотите где-то его увидели и знаете его номер, вот здесь через кнопочку «Поиск» можно его тоже найти именно по номеру. Так, у меня это было 02. Я его загружаю и смотрю. Похоже, да? Похоже. Как я уже сказала, чтобы поменять визуальную часть, то есть шрифт, текст, размер текста, например, мы делаем через настройки. Если поменять сам текст, то мы используем контент. Мы на него нажимаем и в заголовке можем указать. Давайте отсюда сразу скопируем. Так, секундочку. И сюда его загрузим. А в описании у нас как раз была вот эта фраза «Почувствуй вкус и аромат кофе вместе с нами». Вот мы сюда ее сейчас загрузим. Вот давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такое получилось, но мы как видим, что текст у нас оказался очень большой в стандартном блоке, и нам его необходимо уменьшить. Чтобы уменьшить текст, мы проходим в настройки. Кнопочку, которая при наведении на сам блок появляется в левом верхнем углу. Мы можем его изменить здесь через типографику. Давайте убираем какой-нибудь. Ой, двадцатый очень маленький. Давайте сорок пятый возьмем. Тоже малопат. Давайте шестидесятый. Вот, вот этот как раз нам подойдет. Также можно здесь поменять и цвет заголовка, выбрать какой вы хотите. Хотите оранжевый, хотите какой-нибудь синий. То есть это уже все, чтобы это все смотрелось. Но я использовала белый, поэтому я выберу белый. Вот. И заднюю картинку. Здесь картинка стандартная, стандартного нашего блока в теле. Нам ее нужно поменять. Чтобы поменять картинку, мы используем кнопочку контент. Также в верхнем левом углу. Мы на нее нажимаем, и здесь у нас кнопочка появляется, фоновое изображение, загрузить файл. И загружаем фотографию, которую мы уже заранее с вами подобрали для нашего сайта. У нас это была красивая чашечка кофе. Вот она. Мы ее открыть. Вот она сейчас у нас загрузится. Подождем немножко. Также можно в этот же блог еще поддерживать видео. Здесь можно ссылочкой с YouTube видео, с YouTube канала вашего, либо просто какое-нибудь видео с YouTube, которое можно использовать для обложки нашего сайта. Здесь будет просто указанной ссылкой. Кто-то надолго грузится. Алина, пока загружается, кстати, есть пара вопросов. Можно воспользуемся. Вот пишет Александр. Как обычно, информация текстового содержания получается очень мелким шрифтом. Есть возможность подбирать параметры шрифта? Да, конечно. Я вот как раз сейчас и показала, что через кнопочку настройки можно выбрать текст, именно размер шрифта, который вам больше всего подходит. Он может быть 14-й, 100-й, какой угодно. Так что визуально это смотрелось очень хорошо. Это можно всегда поменять в настройках. И еще вопросик задам, пока уж мы начали. А языками фронт-энда, например, JavaScript, ты пользуешься? Может быть, какими-то другими? Да, можно сюда добавлять. Я в конце расскажу, как это делается. Если вы хотите сайт более какой-нибудь функционал, который не поддерживается в тильде, здесь всегда можно HTML либо KSS использовать. Здесь, давайте сразу покажу, чтобы мы к этому уже не возвращались. Здесь есть другое, тоже в блоке. Называется вот HTML. Пожалуйста, его заходите. Здесь можно любой код написать вручную. То есть я тоже использую такое, когда есть ссылки на сторонние сервисы. Например, для Яндекс.Карты. Когда мы указываем Яндекс.Карту, чтобы она была не скрином, у нас расположена именно так, чтобы там можно было походить, посмотреть маршрут и так далее. Тогда это все через HTML либо KSS. И также еще есть вот такая функция через блог и через настройки сайтов. Там тоже есть. Сейчас вам тоже покажу сразу. Так, настройки. Нет, не настройки. Сейчас, сейчас не здесь. Здесь есть кнопочка меню. Еще. Вот, настройки сайтов. И здесь есть тоже кнопочка еще. И вот, пользовательский CSS стиль. Добавление CSS-кода для всех страниц сайтов. И здесь тоже можно как бы свой шрифт загрузить, либо какие-нибудь стили оформления блоков там и так далее. Например, для интернет-магазина я вот недавно KSS использовала именно как раз на все страницы сайтов для того, чтобы у нас в стандартном, в интернет-магазине, когда позиция идет на нуле, она автоматически пишет нет в наличии. Но, допустим, для некоторых, у меня был вот конкретно такой запрос, у нас был ресторан, и в ресторане именно это блюдо не доставлялось на доставку. То есть в кафе его можно заказать, а на доставку нет. Поэтому, а нет в наличии, соответственно, для клиента понятно, что его вообще нет. Поэтому мы автоматически меняли нет в наличии именно на самой кнопке, чтобы было у нас что-то недоступно к доставке. То есть это можно сделать через KSS для всего сайта, например. Да, все, спасибо. Пока, все. Фотография у нас загрузилась. Смотрите, здесь еще также есть настройка, такая функция. Здесь можно немножко поменять фоновый фильтр. То есть можно сделать каком-нибудь цветным и непрозрачность. То есть можно сделать, смотрите, визуально на 10, например. Видите, более светлая фотография. Либо же там более темную, да, стопроцентную. Тоже совсем темная. Здесь уже тоже как бы смотрите визуально, как это все смотрится, как у вас сочетается, вот, например, вот так, да, сначала темнее, светлее, чтобы у нас было красивое сочетание фоновой картинки с самим непосредственным цветом шрифта. Так, дальше, далее. Что у нас далее? А, далее у нас вот такой вот баннер. На самом деле можно делать любой свой добавить, да, если вы, допустим, работаете в фотошопе, либо в фигме, либо в других каких-нибудь графических редакторах. Можно просто загрузить свое изображение на весь экран. Здесь я уже писала как бы от руки, чтобы вам показать, что это тоже можно сделать, чтобы не пользоваться дополнительными какими-то сервисами. Так, мы также нажимаем либо плюсик, либо все блоки. И здесь я использовала блок, который называется «О проекте». На самом деле можно использовать, он не совсем у нас, да, «О проекте», но можно использовать кое-какие блоки, которые, допустим, тот же заголовок, да, мы можем его использовать для какой-то информации. Или точно так же, как я взяла в библиотеке блоков «О проекте», тот блок, который мне нравится, как он выглядит, и мне подходит для расположения по прототипу, чтобы у меня была с одной стороны фотография, а с другой стороны был текст. Я такой нашла здесь, и он у меня называется 605. А, B, 605. Так, смотрим. Вот он у меня. Я брала вот такой блок. По прототипу у меня должна быть здесь фотография, здесь текст. И, смотрите, здесь можно уменьшить отступ, чтобы сильно, он у меня очень высоко, очень много пустого места. Здесь вот тут отступы можно тоже регулировать, то есть чтобы между блоками было расстояние либо поменьше, либо побольше, да, чтобы не было слишком большого пространства, слишком белого цвета много, либо наоборот, когда совсем мало и непонятно, блоки друг на друга, можно сказать, что информация наезжает. Так, здесь мы также, смотрите, любой кофе за 199 рублей. Мы как это делаем? Через контент. Вот у нас вот эта наша фраза, нам ее нужно поменять. Мы заходим в контент и пишем. Любой кофе за 199 рублей. И в описании у нас там было то, что у нас скидка минус 20, минус 20 процентов, скидка для клиентов, там, с 12, например. Или до 12, там, да, у нас было до 12. До 12. Все, больше нам здесь ничего не нужно. Мы закрываем, сохранить и закрыть нажимаем. Вот. Но смотрите внимательно. Здесь у нас стоит красным цветом. Если мы с вами зайдем в настройки нашего сайта и поменяем вот этот любой кофе за 199 рублей на красный, тогда у нас вся вот эта строчка будет красная, а нам нужно только за 199 рублей. Что мы для этого делаем? Мы на нее нажимаем. Вот у нас здесь можно менять печать. Выделяем ту часть текста, которую нам нужно, и у нас сразу вверху выпадает вот такой вот списочек. Это очень похоже на Word, например, да, когда его можно расположить как-то по-другому, сделать жирным, полужирным. Здесь примерно такая же история. Здесь можно будет добавить жирность текста, размер. Вот есть цвет. Мы просто ставим какой-нибудь красный. Принять. И нажимаем. Вот, пожалуйста, у нас теперь здесь стоит какой-то текст, часть текста в красном цвете, а все остальное у нас, например, черное. А, также мы еще не поменяли фотографию. Также через кнопочку «Контент» загрузить файл. Таким же способом меняем на нашу студентку. Отлично. Вот. То есть здесь все понятно, что есть студентка, есть кофе. Пожалуйста, приходите, студенты, получите скидку. Далее. У нас здесь с вами идет описание именно нашей косвении. Здесь я рекомендую всегда использовать небольшое описание, если вы хотите сделать большую историю вашего бренда, либо вашего бизнеса. Здесь лучше написать небольшое описание, допустим, 3-5 предложений, и после этого, допустим, добавить кнопку, которая будет либо раскрывать дополнительную информацию, либо переходить на сторонний сайт, либо сторонний сервис, либо другую страничку, чтобы не нагружать главный экран большим количеством информации. Здесь я использовала текстовый блок, название нашего раздела. И здесь я выбирала, здесь тоже разные есть текстовые, пожалуйста, блоки, выбирайте, какой вам больше всего нравится и подходит. Я выбирала IP 200, так, 201. Вот мы листаем, смотрим, где у нас тут есть. Вот он, 201. Смотрите, здесь есть разные, у меня с полосочками такие, есть вот в рамочке. То есть, пожалуйста, выбирайте, какой вам больше подходит. И, соответственно, также я отсюда сейчас выберу наш текст. Сейчас, секундочку. И сюда вставляю, либо вставляю его с помощью, как мы здесь редактировали, либо же через кнопочку контент. Нажимаю, этот удаляю и сюда вставляю тот, который у меня есть. Так, ой, он получился у нас очень большой, и поэтому нам нужно его уменьшить. Это уже можно сделать через кнопочку настройки. Выбираем типографику и ставим тот размер текста, который нам подойдет. Ну, вот, например, 20. Также можно поменять цвет текста, любой другой, какой хотите. Пожалуйста, синий. Какой вам больше всего подходит? У меня там буквально черный, поэтому я оставлю черный. И цвет линий также можно поменять. У меня они были какого цвета? Давайте посмотрим. Ага, красненькие. Вот давайте красненькие их и сделаем. Вот цвет линии, меняем на какой-нибудь красный. Пожалуйста. Похоже? Похоже. Следующий блок у меня – это кнопка. Смотрим. Кнопку тоже добавляем через наши блоки. Нажимаем кнопочку «Все блоки» и выбираем из библиотеки блоков именно кнопку. Кнопка у меня одна. Здесь на самом деле есть разные кнопки, которые можно использовать. То есть кнопка «Наверх», такая-такая, «Показать еще». Можно использовать, если у вас есть приложение на Android, либо в Apple Store. Пожалуйста, загрузить файл, любую другую. У меня кнопочка самая обычная, забронировать столик, поэтому я ее вот такую выбираю. Тоже видите, расстояние очень большое. Я с помощью настроек его хочу поменять, сделать его поменьше. Так, и кнопочку также через кнопочку «Content» мы с вами пишем ту фразу, которую мы должны видеть. Забронировать столик. Ссылка чуть попозже будет. Я расскажу, как сделать так, чтобы при нажатии уже открывалось дополнительное окошко. Так, и с помощью настроек мы также ее с вами переделываем. У меня она была уменьшенная. Здесь можно ее сделать гигантскую, например, да, если что-то вот прям важная информация. И также по цветам, цвет текста ставим красный у нас там был, да, и обводка у нас тоже ставится красная. Вот такая, да, у нас так было? А, нет, у нас не так. У нас был, получается, цвет текста белый, а вот с фона как раз у нас был красный. Сейчас поставим. Вот. Вот, пожалуйста, у нас так получилось. Далее. Здесь у меня просто выбрана галерея из нашей кофейни. Я их просто тоже так же загружаю сюда. Через кнопочку плюсик выбираю. Здесь у меня была галерея. И выбираю блок. У меня он был вот этот GL02. И сюда эти стандартные я удаляю просто через кнопочку. Через кнопочку контент также загружаю те фотографии, которые мне были необходимы. У нас это вид нашей кофейни. Вот они у нас грузятся. Нажимаю загрузить выбранное. Сохраняем и закрываем. Их можно тоже уменьшать. Расстояние здесь нестрочное, чуть меньше сделаю, чтобы было, да, немного вот здесь белого. И также, смотрите, здесь есть разные варианты. Они могут быть у вас такого формата. Могут быть так 4 на 3. Могут быть квадратные. То есть убирайте то, которое вам больше всего подходит. Ну вот даже вот такой тоже формат смотрится, в принципе, красиво. У меня там были квадратные. Вот. Мне также так больше нравится. Когда они немножко поменьше. Так, смотрим дальше. Следующий блок у нас «Почему мы?». То есть это наше преимущество. Как я ранее сказала, в преимуществах лучше всего указывать именно конкретно ваше преимущество. И чем вы лучше, чем ваши коллеги и конкуренты. Здесь тоже уже нужно продумать, чем, какие условия у вас доставки, либо вашего бизнеса, чем вы лучше. Так, это у нас будет блок преимущества. И здесь мы с вами выбирали. Так, FR 201 у меня. Вот он. Я выбирала вот этот. Ну и здесь можете выбрать какой-либо другой, какой вам больше всего нравится. Так, я использовала вот 201. Вот он у нас высветился такой. Давайте рассматривать, что же у нас есть. Здесь у нас есть название. Можно исправить здесь. Этого у нас вообще не было. Тоже можно было убрать. Очень много здесь остается внизу белого. Мы также уменьшаем через кнопочку настройки. Отступ делаем поменьше. На единичку, например. И смотрим, что у нас цвет этого блока не белый. Здесь уже мы с вами. Сейчас, одну секунду. Выбираем цвет фона. У нас не белый. То есть выбираем более какой-нибудь бежевый. Например, такой. Похожий. Так, ну и теперь давайте разберемся с этими всеми иконками. Через кнопочку контент. В карточках. Это как раз все наши карточки. Первая, вторая. И у нас их всего здесь три. Первое, что у нас свежая выпечка. Давайте это все отсюда копировать. Чтобы мы первую карточку с нами оформили. У нас здесь идет. Мы это все редактируем. Свежая выпечка 24 на 7. Так, заголовок ставим. И в описании вставляем как раз то, что нам нужно. У нас видите, как копируется. Чуть-чуть неправильно. Вот. Смотрим, как это смотрится. В принципе, все хорошо. Так. И в карточке, смотрите, у нас здесь стоит звездочка. Нам нужно выбрать тот круассанчик. Вы можете сюда загрузить свою иконку, ранее разработанную. Либо же использовать бесплатным сервисом, который уже встроен в тильду. Это поиск иконок. Здесь есть возле загрузить файл. Искать в библиотеке. Вы на эту кнопочку нажимаете и переходите именно в сервисы для поиска изображений. Здесь они есть разные. Здесь есть Unlash, Icons. То есть разные, разные, разные. Вот разные фотографии. Здесь стоки есть. Есть иллюстрации, конструкторы иллюстрации, иконки и так далее. Нам нужны иконки, которые уже встроены. И мы можем использовать вот тильда icons. Мы на нее нажимаем. И здесь, например, пишем, что нам нужно. Например, у нас кофейня. Такой нет. Давайте найдем та, которая нам больше всего подойдет. Кофе может быть. Вот, кофе. У нас был круассанчик. Мы можем его выбрать. Все, он у нас загрузился сюда. По аналогии мы с вами делаем точно так же и со второй карточкой, и с третьей. Вот у нас второе преимущество, что у нас кофе напрямую поставляется из нашей Бразилии. Да, здесь у нас, чтобы вкусный кофе. Или прямые поставки можно указать. Прямые поставки. Да, и тут также у нас было изображение. Здесь идет чашечка с кофе. Мы тогда найдем как раз в библиотеке. Нажимаем вместо загрузить файл, искать в библиотеке. И у нас уже здесь вот этот кофе. Чашечка это выбираем. И третья карточка у нас была цена. Давайте это тоже отсюда скопируем, чтобы не переписывать. Карточка номер три. В описании мы вставляем этот текст. Здесь пишем цена. И также, если есть свое изображение, загружаем в свое. Если нету, хотите какую-то иконку, можно выбрать его здесь. У нас была цена, то есть скидка. И выбираем, какой вот нам подходит. Здесь есть разные виды. IT-компания, детское образование, доставка, отель, профессии и так далее. Мы выбираем скидку вот эту. И загружаем ее тоже. Выбирать кнопочку нажимаем. И обязательно сохраняем и выходим. Вот так у нас получилось. Здесь также в настройках вы можете менять размер вашего шрифта. И разные-разные. Картинка в кружке можем выбрать. Здесь есть разные стили. Видите, такой стиль. Более такой. Здесь уже можно поиграться, какой вам больше всего понравится. Ну, допустим, давайте такое оставим. Также есть выравнивание. Смотрите, здесь есть по левому краю, либо по центру. У нас по центру. Давайте так и оставим. И ширина изображения. Здесь тоже их можно делать больше, меньше. После того, как вы настроили так, как вам все нравится, вы нажимаете кнопочку сохранить и закрыть. Вот такой блок у нас получился. Далее. Смотрим. Здесь я выбрала красивую девушку Борису. Либо администратор кафе, который выдает кофе на вынос. Ну, это можно сказать, что я выбирала как преимущество тоже одно из. Что именно наш Борис, именно для вас, варит самый незабываемый кофе. И фотография того же Борису. Здесь я использовала у нас изображение. Тоже нажимаем также плюсик, либо все блоки. Выбираем изображение. И здесь я выбирала там, где у нас с текстом на картинке. Это было пятое у меня. Здесь тоже можно выбрать. Вот такой я выбирала. Вот он у меня. Но он у меня очень большой. Давайте его немножко уменьшим. Поменяем здесь подложку. Текст можно на подложке сразу удалить, ставить свой. И картинку поменять с помощью контента. Можем либо искать в библиотеке, если хотите, стандартную фотографию стиля, либо же загрузить свою. У меня это своя, поэтому я нажимаю загрузить файл. Выбираю нашего продавца. Как раз загружается. Также в этом блоке еще доступно фоновое видео. Здесь, как уже видите, ссылками. Не просто она загружается, как фотография с компьютера. Здесь нужно будет указать ссылки. Ссылка на YouTube ролик. Ссылка на видеофайл в формате mp4 или также в формате web. То есть здесь уже именно ссылочками можно использовать. Так. Загружается, загружается, загружается. Ждем. Некоторые фотографии загружаются по-разному, потому что они разные по размеру файла. Вот она как раз у нас. Можем ее сделать поменьше, чтобы она была не на весь экран, например, в настройках. Здесь можно поставить, например, 100. И смотрите, у нас получается в ширине блоков. А, у нас вот здесь, допустим, белым мы редактируем вот эту надпись. То есть у нас подложка, например, будет белая, а сам текст, например, черный. Ну, вот как-то вот так. Чтобы его сюда немножко передвинуть, мы можем сделать, расширить наш блок. Отступ сверху, допустим, без отступа. И тогда у нас наша надпись переместилась в эту сторону. Еще раз повторюсь, это в настройках. Ширина блока стандарта – это 12 колонок. Это так в стиле расчерчено. И отступ слева. Можем с отступом сделать, например, 4 колонки. И тогда она будет посредине. Можем сделать без отступа. И тогда она будет самым-самым вкрашена. Далее. Здесь я подобрала галерею из картинок. Тогда видовые кофе с нашей кофейни. Это тоже у нас будет через галерею использоваться. Только я выбрала чуть другой блок. Галерея. Здесь я выбирала вот такое изображение в 3 колонки. Ну и красиво сюда, через кнопочку «Контент» загружаем те фотографии, которые нам нужны. Нашего компьютера предварительно уже скачаны. Я сразу выбрала три. Их можно менять местами, как вы хотите располагать. Пожалуйста. Можно, если вы что-то неправильно загрузили, можно кнопочку нажать, крестик. И файл удалиться, можно перезагрузить тот, который вам необходим. Так, сейчас у нас тоже все грузится чуть-чуть. Фотографии я брала с бесплатных стоков. FreePic.ru Там можно использовать. Пожалуйста, скачивайте. Регистрируйтесь и подбирайте фотоконтент, который вам нужен для сайта, либо для введения социальных сетей. Ну, с фотографиями просто очень аккуратно, чтобы у вас не было, не дай бог, нарушения авторского права. Просто с Google фотографии или с Яндекс собрать нельзя. Лучше использовать более проверенные сервисы, а еще лучше самим у заказчика запросить фотоконтент. Если вы делаете для себя, то лучше отфотографироваться самим, чтобы не было потом никаких вопросов. Так, сохранить и закрыть. Вот наша галерея с наших фотографий готова. Далее у меня также дублируется кнопочка. Смотрите, что мы делаем. Мы возвращаемся к нашей кнопке. Вот она, вот этот блок с кнопкой. И здесь есть справа дублировать, удалить, выключить и переместить и так далее. Вот смотрите, мы нажимаем на кнопочку дублировать. Вот у нас появился. Чтобы его сместить вниз, здесь тоже есть такие стрелочки. Мы просто смещаем его по этим стрелочкам туда, куда нам необходимо. Вот сюда. Все. То есть, если блоки у вас повторяются, и вы хотите сделать еще, допустим, такие три фотографии, вы также его дублируете и через контент меняете на те фотографии, которые вам нужны. Либо же, если вы случайно сдублировали, да, или вы передумали его, вставлять такое же. Здесь есть кнопочка корзинка, нажимаете и все удаляется. Так, и по контактам. Здесь тоже используется стандартный блок. Нажимаем либо все блоки, либо плюсик, как удобно, кто как привык. И ищем в библиотеке блоков раздел с контактами. Вот он, есть. Здесь также есть разные виды контактов, да, которые вы хотите использовать. У меня это был 201 блок цен, контакты 201. Вот я его как раз аккуратненько ищу. Вот он у меня был, фоновое изображение и контакты в карточке. Так, также смотрите, я через кнопочку контент хочу заменить сзади фотографию, да. Вот оно, изображение фоновое. Я хочу загрузить свое, я нажимаю и ищу то, которое мне необходимо. У меня это вот это. Соответственно, здесь я меняю текст на контакты, как у меня. И указываю здесь телефон. 7, 435, 999. Тот, который вам нужно. Почту тоже указываю, я оставлю, не буду менять. Ну и адрес. Там у нас был режим работы. Есть любую информацию, что касается именно контактов, которые вы хотите показать. Режим работы. И, например, режим работы там. И, например, доставка 24 на 7, например. Ну, любое, что хотите указать в контактах по вашему желанию. Так. Ссылки на социальных сетей. Здесь очень удобно, уже тоже продумано. Здесь уже есть готовые, предоставленные. Вот, добавить пункты. Здесь, пожалуйста, выбирайте веб-сайт, телефон, email, WhatsApp, Telegram, Skype. Разные социальные сети, YouTube. Если у вас есть YouTube-канал. То есть разные, 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 разные. Вконтакте, Instagram, Behance и так далее. Ну, например, давайте YouTube еще добавим, посмотрим, как это смотрится. Сохраняем, закрываем. И вот помимо нашего Facebook, Twitter и Instagram у нас еще здесь есть ссылочка на YouTube. Также через контент на ссылки социальных сетей здесь мы будем вставлять ту ссылку, которая будет вести на конкретно нашу страницу. Либо это Facebook, либо это наш Instagram, либо это ссылка на YouTube-канал. То есть сюда мы вставляем те ссылки, при нажатии на которые будут переходить конкретно в наш канал, либо на нашу страничку социальной сети. Так. И там у нас была еще подложка другого цвета. Да, давайте ее поменяем. И перейдем к футеру. И еще нам нужно сделать вот такие кнопочки. И буду отвечать на ваши все вопросы. Так. Подложку. Тоже через кнопочку настройки. Тут есть цвет фона. И мы можем выбрать любой, какой нам необходим. У нас был более бежевый. Давайте его же и выберем. Я сейчас это делаю очень быстро. На самом деле лучше использовать, чтобы везде был одинаковый цвет. Цвет. Когда вы убираете уже цвет, здесь ему присваивается определенный номер. Видите? Если мы его будем копировать, то можно его вставлять будет везде, где нам необходимо. Вот давайте здесь, например, нам нужен такой цвет. Мы нажимаем настройки. Ищем, какое у нас название этого цвета. И вставляем его вот сюда. Так, чтобы у нас все гармонично сочеталось. Давайте здесь такой же поставим. Фон меню. Цвет фона меню. И вставляем. И теперь у нас красиво. Везде по сайту идет одинаковый цвет. И подвал сайта. Я уже рассказывала, что такое подвал сайта. Это для многостраничных сайтов в основном используется, чтобы не дублировать эту страничку на каждой страничке новой вашего сайта при создании. Мы можем сделать ее футером, то есть подвалом нашего сайта. И она будет дублироваться полностью на всех страничках вашего созданного сайта. Тоже здесь есть блочный вариант. Это подвал. И у меня он был 101. Самый первый с логотипом. Самый простой. Так как он у меня одностраничный. В принципе, здесь только можно указать, что все права защищены. Добавить также свой логотип через кнопочку контент. Вот. Так, логотип. Вот. И здесь. 2023. Все права защищены. Ну и также можно еще указать, если у вас кофейня, скорее всего, у вас ООО. Там кофейня у дома. Ну и, например, указать какие-нибудь реквизиты. Там ННН, да? ННН. УКРНН. УКРНН. Да. Здесь тоже можно указать. О, как у нас большой получился логотип. Давайте его уменьшим с помощью настроек. Логотип. И ширина изображения. Поставим поменьше. 75. Даже 50. Вот. И также отступ, чтобы у нас не было много черного. Вот так вот делаем. И также, смотрите, у нас еще был цвет меню. Тоже через кнопочку настройки. Фон меню. Выбираем. Составляем цвет, который у нас цвет. И теперь у нас все красиво сочетается. Так. По поводу вот этих еще кнопочек. Смотрите. Есть кнопки перехода. Как вот по меню. Как нам нужно сделать вот эти, чтобы вот при нажатии сюда у нас переходило в нужное место. Через кнопочку контент. Здесь есть ссылка. Так как у нас ссылки нет на сторонний сервис, а именно конкретно в нужное место для сайта, мы можем использовать здесь выбрать блог. Мы на нее нажимаем. У нас первая. Я хочу, чтобы у меня высвечивалась информация о нас. Я нажимаю. Все. Вот название нашего блока. Здесь. Почему мы? Точно так же. Выбрать блок. Выбираем. Почему мы? Наша команда. Вот это, например. И контакты. Также нажимаю. Выбрать блок. И еще. Где у нас блок контакты. При наведении он становится более прозрачным. Выбираем. Все. Сохранить и закрыть. И теперь при нажатии на эту кнопочку мы будем переходить именно в то место сайта, на которое мы указали. Что касается вот этих кнопочек, чтобы у нас открывалось дополнительное окно, нам нужно добавить здесь определенную форму. Называется она PopUp. Это та, которая открывается при нажатии. Она есть у нас в разделе формы. Вот она форма. И здесь мы выбираем форму PopUp с множеством полей. Вот она. 502N. BF 502N. Мы ее нажимаем. И в контенте. Вот нажимаем. Кликните здесь, чтобы посмотреть. Вот она у нас. Видите? Стандартная она английская. Кильдовская заставка. Нам нужно все это поменять. Через кнопочку контент. Мы с вами загружаем то изображение, которое нам необходимо. У нас это было в кофе. И поля для вводов здесь тоже можно будет поменять. Имейл, в принципе, при бронировании столика нам не нужен, чтобы клиент не заполнял лишнюю информацию. Но если вы хотите делать ему в дальнейшем рассылку, тогда пускай тоже имейл сохраняет. У вас он будет где-нибудь в какой-нибудь базе. И вы сможете сделать, например, подарочный сертификат. Ему отправить какой-нибудь скидочный. Там, не знаю, штай-кружка бесплатно. Или там к мюнерождению и так далее. Так, имя. Здесь указываем ваше имя. И телефон. Смотрите, здесь можно очень классно придумано. Уже тоже встроенная программа. Здесь есть настраиваемый тип маски. Автоматический с кодом страны. То есть уже когда клиент будет вводить номер телефона, у них уже плюс 7 будет автоматически код страны указан при заполнении. Все. А, и те кнопки ставим, например, отправить. Давайте посмотрим, что получилось. Вот мы здесь еще не поменяли в настройках. Это был заголовок. Например, заголовок «Забронировать колик». И в описании можете указать любую информацию. Дополнительно оставьте свои данные, и мы для вас найдем лучший. Так, вот так нажимаем. И вот теперь оно все есть. Как же подсоединить, чтобы при нажатии на кнопочку «Забронировать столик» было освечилась наша форма? Вот здесь есть ссылка для открытия блока. Вот она. Мы ее с вами копируем. Находим кнопку, которую нам нужно привязать именно вот эту форму. Нажимаем кнопочку «Контент». И здесь есть ссылка для кнопки. Мы ее сюда вставляем. И теперь у нас при нажатии будет открываться вот эта форма. Вот так. И также у нас есть еще одна кнопка. Мы про нее не забываем. Она у нас идентичная. Ее можно, в принципе, либо скопировать уже созданную отсюда, да, с ссылкой, либо же просто добавить ссылку. Мы добавим ссылку через кнопочку «Контент». Вот, попав мой форму. Все. В принципе, у нас сайт готов. Но после того, как вы с вами посмотрели, что это у нас уже красиво, все классно получилось, чтобы сайт был доступен по ссылке, нам нужно нажать вот здесь вот кнопочку «Опубликовать». Эту кнопку «Опубликовать» нужно нажимать всегда, когда вы вносите изменения на ваш сайт. Если вы не нажали эту кнопочку «Опубликовать», все изменения, которые вы вносите на ваш сайт, не будут отображаться по ссылке. То есть, если вы, допустим, допустили ошибку, написали, там, хотите в кофейню переименовать, например, там, не у дома, а, к примеру, там, кофе на вынос, образно говорю, то после того, как вы в контенте поменяли здесь кофе на вынос, название, то обязательно нужно нажать кнопочку «Опубликовать». И после этого уже сохраните, продолжите. У нас сформируется вот такая ссылка. Я уже сейчас покажу заранее, переименовала ее «кофе-60». И здесь идет доменное имя «тильды», «тильда.вс». Что это такое? То есть, при создании сайта можно обязательно, необходимо, наверное, либо, по желанию, можно подключить свой домен, чтобы имя было более красивое. Как вы знаете, домены бывают разные. «Точка.ру», да, это тот домен, который относится именно к зоне нашей страны. Есть домен «точка.ком», это более международная зона, то есть, и ваш домен будет обозначать, что вы, как бы, работаете международно тоже. Есть, например, еще «точка.шоп», да, то есть, допустим, магазин, название там «тифани.шоп», например, да, это будет обозначать, что ваш бизнес – это магазин, в котором можно что-то купить. И таких доменов, на самом деле, их большое количество. Их можно приобрести на сторонних сервисах, таких как «рогру», «тудамайнс» и других. И подключить уже свой непосредственно домен к вашему сайту. Если вы этого не хотите делать, и вас устраивает доменное имя «точка.тильда.вс», пожалуйста, вставляйте его так. Так, что еще хотела сказать? По тарифам. Вы спрашивали, был вопрос, платно ли бесплатно. Смотрите, один сайт можно создать бесплатно, но, к сожалению, он не будет работать с доменом. То есть, он будет работать по вот этой ссылке, после того, как вы нажали «опубликовать.тильда.вс». И, соответственно, здесь при бесплатном этом вы можете сначала зарегистрироваться, получить бесплатный доступ на 14 дней. И здесь у вас уже будут все блоки открыты. Если вы же после, спустя 14 дней хотите добавить какой-то блок, блок, а он является тут уже на более платной версии, тогда вы, скажем, не добавите. Но все блоки, которые вы в течение 14 дней создавали, они у вас останутся и будут работать по вот этой вот ссылке, после кнопочки «опубликовать». Тарифный план можно тоже здесь ознакомиться. Тарифы и оплата. Пожалуйста. Вот как раз здесь тарифный план. У нас это бизнес, здесь есть разные. Для одного сайта такая цена, если вы на год, такая цена. На месяц, если вы хотите создавать бизнес, это получается у нас 5 сайтов разных можно создавать на одном аккаунте. И свободный, как я уже сказала, бесплатный. Это один сайт, 50 страниц можно использовать только. И будет точно так же, что только блоки, которые были либо в бесплатный период в течение 14 дней после единоразовой первой регистрации. Либо же уже, если будете оплачивать, блоки станут тоже у вас открытыми. Так. Давайте, наверное, заканчивать. Я тогда жду ваши все вопросы. Какие еще у вас остались? Так. Спасибо большое, Алин. У меня тоже будет сегодня один вопрос такой, немножечко про нашу детскую академию. Но это немножко позже, да. Пока что прошу всех слушателей, пишите свои вопросы. Вот настал тот самый момент, когда вы можете их задать. И Алина на них на все с удовольствием ответит. Мы уже ответили на вопросы про языки фронтенда. И я думаю, что на вопрос Елизаветы про сайты со стоками мы тоже ответили, да, какими сайтами, да, особенно стоки с иконками векторного типа. Это все у нас, конечно, тоже прозвучало. Так, еще Василий спрашивал, а вот что делать, когда логотип вылез за пределы шапки? Но это было давно. Мы ему уже все это показали. Все хорошо. Так. Вот вопрос от Валерии. Алина, а в Тильде можно сделать несколько разделов с альбомами и комментариями с ними? Или вот, например, что есть в меню там, да, что есть в наличии и фотографии? Да, смотрите, если вы подключаете, если это касается именно какой-то портфолио, да, допустим, если вы там фотограф, вам нужно показать свои какие-то работы, то вы можете создать помимо одной странички, да, как у меня здесь, но у меня сейчас здесь указано уже две, смотрите, я вам сейчас покажу, видите, их на самом деле можно создавать здесь до 500. Вот у меня как раз здесь написано на бизнес-тарифе и на персональном, когда у вас один сайт, там тоже 500 страниц можно создавать. И непосредственно, например, если у вас портфолио большое и обширное, вы не хотите там 100 фотографий добавлять вот таких вот, да, на главный экран, но хотите их показать, то вы тогда здесь в пункте меню пишете портфолио и ставите ссылку тогда не на блок конкретно, а именно на страничку. Выбираете, допустим, вторую страничку и уже на второй страничке вы заполняете уже именно фотографии. Это что касается именно сайта портфолио. Так тоже можно, он будет тогда уже немножко многостраничный. Либо же можно подключить каталог, это уже интернет-магазин, который уже есть с корзиной. Здесь также, смотрите, есть, сейчас вам покажу сразу наглядно, целый блок-магазин. И здесь, пожалуйста, есть корзина, платежная система, то есть это когда без корзины, если вы продаете, допустим, какой-то свой курс авторский и хотите, чтобы у вас не было корзины, вам достаточно просто, чтобы клиент оплатил, и ему там пришла ссылка, то тогда, соответственно, это платежная система. Можно ставить избранное, выбирать, если магазин какой-либо, и карточки товаров. Смотрите, здесь можно тоже выбрать, например, такой. Вот, пожалуйста, здесь уже идут кнопочки, тоже можно выбирать, вот купить, посмотреть. И здесь уже фотографии с названием товара, с описанием. Можно подключить свой каталог. Вот, здесь уже стандартный, и здесь есть вот свой каталог, когда он у вас будет здесь. Здесь можно выбрать свой каталог, либо свой раздел в каталоге, и сюда его уже выставить непосредственно. Ответила на ваш вопрос? Я думаю, да. Здорово, спасибо. Так, вот еще вопрос. После нажатия опубликовать, можно менять какие-то данные? Ну, например, адрес поменялся. Да, конечно, смотрите. Так как у нас в тильде было, вот то, что я рассказывала, у нас стандартное доменное имя .tilda.vs, в настройках сайта, вот здесь вот, есть главная страничка, и здесь субдомен на тильде. Здесь можете поменять какое угодно название. То есть у вас адрес будет, вот у меня кофе 60.tilda.vs. Вот давайте сейчас, например, поменяем на какой-нибудь кофе тайм 60, например. Да, я пишу, потому что они часто повторяются. Сохраняем изменения, и теперь у нас сайт будет открываться уже непосредственно по ссылке. Смотрите, опять я нажимаю публиковать, и у меня появляется уже кофе тайм 60.tilda.vs. Вот эта ссылка у нас будет рабочей, и на нее можно будет заходить, кому вы ее отправите. Если же у вас доменное имя будет свое, тогда через настройки сайтов, вы также, вот есть кнопочка домен, и вы сюда подключаете уже свой домен через reg.ru, либо через какую-то другую систему, которая продает доменные имена. Вносить изменения, если вы спрашивали, после опубликовать можно. Если вы вносите изменения, опубликовывайте просто заново. Тогда все будет работать уже с обновлениями. Так, здорово, супер. Вот еще хороший вопрос от Ольги. А информация про бронь столика, например, она куда в итоге падает? Смотрите, здесь есть настройка сайта, куда она падает. Здесь есть у нас форма. Вот смотрите, сервисы приема данных из форм. То есть здесь можно подключить почту, то есть будет приходить автоматически при заполнении кнопочки отправить, нажать, а то оно будет падать вам на почту. Вы указываете здесь вашу почту, и, соответственно, туда будет уже падать ваша заявка. Либо же, так же, как я говорила, есть Google табличка, тоже можно использовать, подключается, если табличка находится на облачном хранилище. Либо запустим Telegram. В Telegram я уже говорила, что будет создаваться чат. Туда приглашается чат-бота, который называется Tilda Forms, и, соответственно, тех людей, которые будут видеть все эти заявки. Например, у вас большой коллектив, и заявки принимают не только один человек, а несколько. И тогда удобно, каждый будет уже видеть, либо руководитель контролирует прием заявок для какой-либо статистики. И тогда уже удобно создать Telegram-канал. Также есть разные CRM-ки, системы управления клиентами, которые можно. Есть встроенная Tilda, которая при вхождении уже именно в личный кабинет Tilda, она уже здесь как бы встроенная, она есть, тут можно тоже ее мониторить и смотреть. И другие также разные, которые можно использовать. Ну, я предпочитаю, скорее всего, это Telegram, потому что у нас телефон сейчас каждый день под рукой, ему каждый день им пользуются, и Telegram удобно, уведомления быстро приходят, либо почтой, если почта всегда открыта, и многие пользуются, принимают заявки какие-нибудь там, уже просто, когда пишут электронные письма. Круто. Выглядит очень продуманно. Здорово. Так, ну что, Алина, вопросы вот наших сегодняшних участников закончились, но у меня есть один вопрос. Расскажи, пожалуйста, немножко о том, как проходит обучение, и вот особенно про малую академию. Ты ведь обучаешь не только взрослых, но и... Да, я являюсь преподавателем нашей компьютерной академии в городе Пскове. Мы находимся на Рижском, 16, у нас две больших аудитории, большая приемная, очень дружный и крутой коллектив, хороший педагогический состав. Я обучаю, да, в основном у меня это первый шат, это совсем маленькие детки, которые только пришли знакомиться с компьютерными технологиями, и также малая компьютерная академия. То есть это тот момент, когда дети уже забывают, что игрушка, компьютер — это только игрушка, но в то же время уже создают свои игры, свои сайты, свои блоги. У меня уже в группе даже есть дети, у которых есть свой сайт на Тильда, который выставляет туда какие-то прохождения, достижения в играх, какие-то свои истории, ведут блок школы. То есть уже настолько вот они продуманные, выученные всему. Вот. Также мы разрабатываем разные игры, занимаемся робототехникой, создаем роботов, их программируем. Деткам тоже очень нравится. Для маленьких совсем более простой набор лего, для более постарших уже более серьезные, большие роботы. Также работаем в графических различных дизайн, в этих графических редакторах, создаем мобильные приложения разные, в ГИМПе — это такой графический редактор, где от руки рисуется полностью интерфейс мобильной игры. То есть на самом деле у нас очень большой спектр услуг, которые мы предоставляем для обучения для детей, и у нас все проходит в малогабаритных группах. То есть я, как преподаватель, и другие мои коллеги стараемся уделить внимание каждому ученику, чтобы каждому было интересно. Также активная жизнь академии у нас всегда присутствует. Мы проводим разные мероприятия, конкурсы, активные игры даже на занятиях. То есть ребенок и запоминает, и в то же время получает какой-то небольшой, не прям как в школе, да, 45 минут от Ада Яд, подсидел за компьютером либо учебником, то у нас тоже физкультминутки разные, какие-нибудь конкурсы, чтобы немножко разрядить, как сказать, обстановку, чтобы было весело, дети сильно не уставали. Вот, у нас уже учатся больше 250 в нашем филиале именно учеников, и малая компьютерная академия, наверное, это больше процент деток приходит. Приходят совсем на самом деле разные, и те, которые только знакомятся с компьютером, не как с игрушкой, те, которые уже больше там работали, создавали какие-то уже свои игры, либо к приложению, либо просто разбирались там в компьютере хорошо. Поэтому мы как бы стараемся формировать группу по уровню знаний и, соответственно, уделять время каждому студенту. Это здорово, здорово, звучит очень классно. Ну что, пока что вопросов больше не появилось. Алина, мы тебе хотим сказать огромное спасибо, и слушатели в чате тоже присоединяются, тоже много благодарностей написали. Спасибо большое за этот мастер-класс, и, наверное, будем тебя отпускать. Я немножко продолжу еще про академию. Да, спасибо большое за внимание. Рада, надеюсь, я вам была полезна, рассказала что-то очень классное. Вы пробуйте, все получится. Главное только начать. Там все со временем получится. Сейчас очень много есть классного обучения, поэтому приходите, мы вам расскажем немножко больше, и даже намного больше, чем вы сегодня получили. Но сегодняшняя информация была пока что базовая. Я думаю, может, кто-то попробует создать что-то свое, какой-нибудь свой первый сайт для знакомых, либо для себя. Поэтому спасибо за внимание. Всем до свидания. Передаю слово тогда Анастасии. Спасибо, спасибо, Алина. Так, ну что, забираю камеру, делюсь с вами демонстрацией экрана, друзья. И еще совсем немножко, чтобы мы с вами уложились в обещанные полтора часа, я немножко расскажу вам про Академию ТОК, благодаря которой сегодняшний вебинар и состоялся. Академия ТОП на сегодняшний день, это та самая Академия, преподавателем которой является наша Алина. Это 250 тысяч выпускников и 72 тысячи студентов на сегодняшний день. Это очень много. И дело в том, что у нас по всей России и близлежащих странах примерно, ну не примерно, точно, ладно, 142 филиала, раз мы сегодня по цифрам точно проходимся, 142 филиала и 700 аудиторий. То есть мы обучаем не только онлайн, но и оффлайн. И мы сейчас к этому вопросу еще немножечко вернемся. 2800 преподавателей на сегодняшний день работают в Академии ТОП в разных филиалах, онлайн и оффлайн. Но очень тщательно относимся к подбору преподавателей. Это не просто классные специалисты внутри своей ниши, это еще и замечательные педагоги, которые могут донести до своих подопечных всю необходимую информацию. А что касается обучения онлайн или очно, кстати, какой бы формат вы выбрали, напишите, пожалуйста, в чате. Очень это все интересно мне. Почему? Потому что, к сожалению, очень многие люди боятся онлайн-обучения, потому что думают, что это потеря качества. Но это не совсем так. Дело в том, что у нас вы обучаетесь онлайн не по готовым записям, а с педагогом в прямом эфире точно так же, как это было сейчас и в небольших группах. То есть даже если вы выбираете онлайн-формат, вы все равно с педагогом работаете всегда на занятии, вот так вот онлайн, в трансляции, не в записи. Но очное обучение – это тоже здорово. Очень многие люди выбирают очный формат, потому что это возможность сосредоточиться, сменить картинку, обстановку, вдохнуть воздух аудитории. И, конечно, мы обеспечиваем наших оффлайн-студентов, в том числе, оборудованием классным. Я обещала вам рассказать, в каких городах у нас есть аудитории. И я вам все города, конечно, не покажу. У нас очень много. Это 142 филиала, 700 аудиторий. Поэтому я вам просто покажу некоторые фотографии. Это не все города присутствия. Покажу вам, как оборудованы аудитории. Вот, например, в городе Липецк. Это очень важно, когда вы обучаетесь в комфортных для вас условиях, на хорошей, на классной технике, которая не подводит вас во время обучения. В Калуге, посмотрите, какая стильная аудитория, классная. Я бы тоже... Калуга далековато от меня, но приехала бы, навестила. Вот такие классные у нас есть варианты. Очень красивая аудитория у нас в Брянске. Как обложка журнала. Котка классная. И, в общем-то, все наши аудитории вот таким вот образом здорово оборудованы. А если вы все-таки обучаетесь онлайн, как Елизавета написала, что онлайн – это все-таки возможность мобильности, согласна абсолютно. И не надо в жару никуда ехать в автобусе, и не надо в мороз стоять, ждать чего-нибудь. Поэтому онлайн-обучение тоже есть, и оно тоже у нас очень сильно развито. И, конечно, это работа не по записям, а вот с педагогом. Таким образом, это тоже то направление, которым мы гордимся. В городе Ноябрьск, по-моему, был кто-то из Ноябрьска, нет? Поделитесь, если кто-то есть из тех городов, которые я показываю. В городе Ноябрьск вот такой вот приятненький, зеленый оттенок, успокаивающий, да? В городе Ульяновск у нас тоже очень симпатичная аудитория, поэтому вы можете выбрать очень разный формат. Итак, еще упомяну вот о чем. Помимо разработки сайтов, мы обучаем еще очень-очень многому. У нас есть направление интернет-маркетинга. Вы можете заниматься фуллстэк веб-разработкой или разрабатывать на Python, iOS, Java и других языках программирования. Вы можете освоить профессию бизнес-аналитика, заниматься UI, UX-дизайном, быть SMM-менеджером или SEO-специалистом. Направлений очень-очень много. Поэтому обратите внимание, если вы хотели в IT-сферу, но еще не очень понимаете, в какое именно направление, то вы можете вот так пощупать каждую профессию и более подробно обсудить это, конечно, с нашей приемной комиссией, которая окажет вам поддержку в плане выбора направления. Еще мы очень гордимся тем, что многие наши выпускники работают сегодня в крупнейших компаниях мира. И вы видите фотографии лишь малой части из них, которые работают сейчас и в компании Samsung, в Академии Cisco, Amazon, Nestle, Philips и очень-очень многие компании. Я думаю, что большинство логотипов вам, конечно, известны. И мы сотрудничаем с Яндексом, со Сбербанком, с компанией WorkGaming.net, CityLink, Playrix. Как сотрудничаем? Когда вы заканчиваете программу обучения у нас и защищаете дипломную работу, у вас на защите диплома присутствуют представители наших партнеров. Таким образом, они могут забрать вас в себе на работу уже прямо с защиты диплома. А многие наши студенты, они получают предложения о работе, о стажировке непосредственно в процессе обучения. Это тоже классно, потому что, конечно, нам интересно выпускать классные кадры. И, конечно, нам приятно, когда наши ученики спокойны, потому что мы действительно помогаем писать резюме, мы помогаем проходить собеседование. Это все то, чем мы занимаемся, чему мы уделяем время. Ну и немножко еще про сам курс. Я попросила Алину специально рассказать про малую академию, потому что это очень классный формат, когда мы детей от 9 до 14 лет обучаем. И они не только учатся создавать сайты, разрабатывать, они делают свои проекты, они учатся работать в команде, они учатся работать самостоятельно, ставить себе задачи, планировать, достигать каких-то поставленных целей. И, конечно, все это окажется полезным в будущем. По окончании малой академии, что смогут делать дети? Здесь очень много разных таких навыков, которые они приобретут. Это и разработка интернет-сайтов, и навык использования компьютера именно как инструмент такого творческого самовыражения. Это создание анимации мультфильмов, 3D-объектов, взаимодействие в команде, конечно же, и многое-многое другое. Это то, что, конечно, будет полезно, в какую бы сферу ребенок не пошел потом. Ну и также у нас есть обучение для взрослых. Это веб-разработка FullStack. Стоимость такого обучения от 2580 рублей в месяц. Более подробно по ценам, конечно, вас сориентирует приемная комиссия. Очень много разных форматов и городов, поэтому все сегодня вам рассказать не смогу, но обязательно оставлю контакты. Веб-разработка FullStack, она проходит либо в очной, либо в дистанционном формате. Группы мы набираем до 25 студентов, и, конечно, всегда закладываем в процесс практику. Этот момент очень важен для нас, конечно, потому что мы не только даем теорию, не только какие-то лекционные форматы, а, конечно, большинство времени мы уделяем практике для того, чтобы выпускник, заканчивая обучение, мог не просто разбираться в каких-то современных тенденциях, но чтобы он мог делать, чтобы он был готовым специалистом, востребованным на рынке. Это обязательно практика. Ну и вот то, что вы сможете делать по окончанию курса веб-разработки FullStack, это проектировка баз данных, это создание, верстка шаблонов сайтов и использование типовых проектов. Можно будет заниматься разработкой и доработкой веб-проектов в различных форматах. И, конечно, много-много всего другого, что сегодня у вас требовано на рынке. Ну что, немножко рассказала вам про обучение у нас и рекомендую вам, если понравилось, если заинтересовались, обязательно заходите к нам на сайт online.defisacademia.ru и звоните в приемную комиссию. А если звонить не хочется, кстати, вы можете написать в чаты. Вот у нас Кристина, наш модератор и помощник сегодняшний, она оставила вам ссылки на чаты в Telegram, WhatsApp и Viber. Вы можете все вопросы приемной комиссии задавать вот в таком вот формате в чатах. Поэтому не стесняйтесь, если у вас остались вопросы по поводу сколько человек в группе, где филиал в моем городе, или сколько стоит полный курс и какие есть варианты оплаты, а может быть, когда стартует ближайший курс, все это, конечно, вы сможете узнать в приемной комиссии. Друзья, огромное вам спасибо за внимание. Здорово, что вы сегодня решили провести этот вечер среды именно так. Я желаю вам успехов, какую бы вы направление не выбрали, какую бы профессию IT-специальности или нет. Что бы вы не выбрали, не бойтесь менять что-либо, обучайтесь и достигайте. Главное, не сидите на одном месте. Огромное вам спасибо. Рада, что было полезно для многих. И, надеюсь, увидимся с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok